Кто из актёров, приехавших на фестиваль, получит специальный приз от губернатора Забайкальского края и приз за развитие кинематографа? На эти вопросы первыми правильно ответили Денис Плотников и Елена Иванцова. Я угадал, что приз губернатора за вдущийся вклад в кинематограф получит Римма Васильевна Маркова, народная артистка Советского Союза. В номинации за вклад в кино от губернатора Забайкальского края Сергея Шапурова. А почему вы думали, что это именно он будет? Ну, я считаю, он достоин награды за свой вклад в кинематограф. За победу в нашем конкурсе мы дарим вам диски производства телекомпании «Альтез». Спасибо. Спасибо. А также годовые абонементы на посещение всех звездных альт-клубов. Ближайшими гостями которых станут популярный итальянский певец Рикардо Фолии и российская певица Анита Цой. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо, что телекомпания «Альтез» проводит такие конкурсы. Альт-клубы наши будете посещать? С удовольствием. Вообще приятно, что в нашем крае проводился такой кинофестиваль. Очень приятно, что такой большой звездный состав присутствовал. Ну и вообще все было на достойном уровне. А призы – это вообще приятный сюрприз. На вопрос, какой фильм станет победителем кинофестиваля, к сожалению, никому не удалось правильно ответить. В нашем рейтинге от четинцев лидировали два фильма – «Сын Вавилона» и «Крепыш». Но эти картины получили только специальные дипломы. А лучшей признанной кинолентой итальянских авторов – «Наша жизнь». Марина Кузнецова, Сергей Миртов. Время новостей. Очень четко виден Забайкальский край.